Здравствуйте дорогие друзья! Сегодня хотелось бы вместе с вами взглянуть на новую линейку клиромайзеров от компании Aspire. На сегодняшний день у производителя имеются 8 вариантов исполнения этих клиромайзеров. CE5 по форме колбы напоминающий клиромайзер с верхней спиралью. Плюс к нему CE5S, отличающийся только металлической колбы с прорезанными окошками. Т3 похожий на нижнеспиральные клиромайзеры от Kanger. К нему Т3S с небольшими отличиями по корпусу и также с металлическим кожухом на колбе. Также мини-нова, идентичный баку мини-вивенова. Также существует вариант с металлической колбой и просто-нова, копия привычной нам вивеновой на 3,5 мл. И к ней точно такой же вариант с металлической колбой и окошками. Все эти варианты исполнения созданы только для создания большего ассортимента и вариативности при выборе корпуса, подходящего под ваши нужды и вкус. На производительность различий корпусов никак не влияет. Объем версий. CE5 около 1,8 мл. Т3 – 2 мл. Мини-новая – 2,5 мл. Полноразмерная вивеновая – 3,5 мл. Заправка и замена испарителя происходят во всех случаях одинаково. Необходимо открутить базу, вкрутить в нее сменный испаритель, перевернуть колбу, заправить по стеночке жидкостью и вкрутить базу на место. Сами корпуса ничего интересного из себя не представляют. Они привычны нам по многочисленным нижнеспиральным клиромайзерам. Самое интересное скрывается в самом сменном испарителе. Испаритель состоит из двух спиралей, которые установлены в металлическом корпусе. Сами спирали обернуты тканью, знакомую нам по картамайзерам Bodge 510D. Далее вся эта конструкция запрессована в металлический кожух с отверстиями. Жидкость через отверстие попадает на ткань и далее на спираль. Сделано это очень грамотно, переливов либо гаря не происходит, так как вся эта система работает очень равномерно. Также вся эта конструкция не предусматривает самостоятельного обслуживания. Разобрать все так, чтобы не сломать, вряд ли получится. Да и трудоемкость процесса многих отпугнет. Используется слишком много различных материалов, вроде ткани, плюс сама спираль закрепляется с помощью спаек с никелевой проволокой, чтобы не подплавились изоляторы. Спиралей две и они очень маленькие. Ну, конечно же, все это еще и запрессовано. Но перемотка того, что не предусматривалось, как обслуживаемая, лично для меня неприемлемо. Так что для меня это не минус, а скорее плюс. Я очень долго ждал чего-нибудь из необслуживаемых атомайзеров, что работало бы без проблем. Пару месяцев назад таким открытием для меня стали нижнеспиральные клиромайзеры Кангер. Работали они хорошо. Но все-таки иногда гарь либо перелива имели место быть. Мне кажется, все это из-за того, что кремнеземная нить находилась в прямом контакте с жидкостью. Из-за многочисленных факторов смачиваемость могла быть как и недостаточной, так и излишней. В данной же ситуации налицо следующая ступень развития и более оптимальная производительность. Клиромайзерами Спайр я пользовался две недели и могу сказать только то, что работают они бесперебойно. Никакой заботы и внимания не требуют. Нужно только подливать жидкость. Конечно, ложку дегтя в бочку меда добавляет приглушенный вкус. Подобные ощущения знакомы нам по синтепоновым картамайзерам. Вкус не яркий и сухой. Но из-за такой невероятно стабильной работы с этим вполне можно мириться. Гарри мне не удалось добиться даже на 5,5 вольтах со спиралью 1,8 Ом. Но окончательные выводы об Спайр я оставлю только за вами. Спасибо магазину altigaret.ru за предоставление девайсов на обзор. А с вами я прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч. Пока-пока-пока.